Скульптуры загадочной формы, яркие живописные полотна и утонченная графика – все это можно увидеть в галерее дизайна «Булт Хаук». Здесь 15+, это не возраст посетителей, это целое событие. Кафедра дизайна в Санкт-Петербургском государственном университете отмечает свое 15-летие. Празднование юбилея в галерее дизайна стало завершающим мероприятием в цепи разных событий, которые прошли в рамках проекта «Культура и искусство СПБГУ». В декабре в Мариинском театре прошло торжественное празднование юбилея основания педагогического коллектива факультета искусств под руководством Валерия Абисаловича Гергиева. Помимо этого, в университете прошла серия концертов старинной музыки. Завершающей цепью этих событий является такая ретроспективная отчетная выставка образовательной программы «Графический дизайн» кафедры дизайна, которая в этом году отмечает 15-летний юбилей. Открывались события этого юбилейного дня очень по-деловому. Преподаватели и выпускники кафедры провели круглый стол, где рассказали о плюсах преподавания дизайна в СПБГУ и востребованности профессии в целом. Она очень востребована. Другое дело, что не всегда бывают заказчики, готовые воспринять тот уровень, с которым студенты выходят. То есть они намного больше могут сделать, чем сейчас требуется. Для меня самой большей задачей – это помочь каждому молодому художнику обнаружить свою индивидуальность. То есть я могу их научить, как правильно рисовать, как правильно смешивать гармонические краски, но это второстепенная задача. И посреди тем, что каждый человек должен вдруг однажды встретить себя. Поскольку я готовила эту встречу, в том числе этот круглый стол, я просила очень многих выступить на этом круглом столе. Просила тех, чей профессиональный опыт был бы реально полезен студентам. С дальнейшей цели провести мастер-классы, длинные мастер-классы. То есть сегодняшний круглый стол должен был стать прелюдией, таким кратким анонсом того, что будет на этих мастер-классах. Но все же главный акцент дискуссии был сделан на трудоустройстве выпускников кафедры дизайна. И, как оказалось, проблем с этим у молодых дизайнеров не возникает. География наших выпускников очень широкая. То есть у нас выпускники работают и в Петербурге, и в Москве, и в Лондоне, и в Лондоне, и в Лондоне. И, в общем, приятно, что даже за рубежом те ребята, которые выбрали другую страну для своей профессиональной деятельности, они все остались в профессии. Выставка под названием «15 плюс» объединила как студентов, так и выпускников кафедры. Здесь курсовые работы видеоскульптур и инсталляции, выполненные студентами первого курса, и детские книги, как отдельный жанр. Были представлены даже в фэшн-фотографии. В моей сфере больше это плакаты, это какая-то полиграфическая продукция и плюс фотографии. Это даже не стандартный такой фэшн, это больше арт-фэшн, альтернативный фэшн, съемка бьюти, съемка ювелирных украшений на девушках. И при том, что, допустим, девушки это у меня не носители, не обладатели этих ювелирных украшений, а больше как арт-объекты. То есть они и есть ювелирные украшения. Сделать первые шаги в дизайне посетители смогли на самой выставке, нарисовав креативный знак «плюс». Мой плюсик, конечно, красотой не отличается, но все-таки свою лепту в эту выставку я внесла. Как, впрочем, и не только я. Для будущих звезд дизайна эта площадка стала хорошей возможностью уже всерьез заявить о себе на следующий 15+. Ну а что касается сегодняшних студентов, то под звуки джазовой группы «Мария Манжас» они увлеченно обсуждали свои творческие планы. Ольга Артеменко, Владимир Лушин, телеканал «Мост». Продолжение следует...